Следующий автор, тоже малоизвестный, будет Морец Вагнер, которого мы уже упоминали. И опять же, благодаря Марине Спасеновой, которой я тоже эту книгу предоставил со своим интересом, потом этот интерес воплотился в то, что мы написали и публиковали пару статей по содержаниям этих путевых заметок. Ну, сперва о Мореце Вагнере. Итак, это немецкий ученый, естествоиспытатель, который перед тем, как приехал на Кавказ, уже успел побывать в ходе своих экспедиций научных в Алжире, Персии, Центральной и Южной Америке. То есть он прибыл на Кавказ уже подготовленным ученым. Прибыл он из Крыма в марте 1843 года. Его экспедиция в казачьи земли, как бы такое выражение, стала основой для его книги, которая называется «В земле казаков». Началась высадка в Тамане, затем он побывал в Екатеринодаре, проехал вдоль кордонной линии по Кубани, от Ионизовьев до Ставрополя, ну, затем от Ставрополя он путешествовал по Тереку, по Закавказью, побывал в Тифлисе, а потом морем уехал, уплыл в Константинополь. То есть вот такой вот круг совершил. Естественно, впечатлений много, но мы ограничимся все-таки теми частями, когда он был на Кубани и упоминал адыгов, горцев, черкесов. Тем более, что он за Кубанью не бывал, то есть он путешествовал по кордонной линии, но часто встречал адыгов во время своей поездки. Например, где? В Екатеринодаре, на ярмарке. Вот как он это описывает. Пятничий рынок, пятничный рынок в Екатеринодаре был полон черкесами. Это были красивые мужчины с угольно-черными бородами, орлиными носами и блестящими черными глазами. Впервые я увидел их так близко, хотя я часто встречал черкесов в Турции и на юге России, и на мраморном море. Они были одетых в черкесские костюмы, но, видимо, это были члены каких-то других племен, потому что их фигуры и лица отличались от того, что я увидел на Кубани, как и характеры. Поэтому в Константинополе вы можете встретить там 20 человек в черкесской одежде, но на деле они вовсе не будут обладать этим настоящим черкесским внешним типом. Подлинные адыги живут только на Кубани, сказал этот немецкий ученый. Именно здесь вы найдете замечательнейших представителей этого племени. Бжедуги, живущие к югу от Екатеринодара, и тем более шапсуги, обитель которых простирается вплоть до гор, принадлежат к самым красивым племенам. И предположительно, вместе с кабардинцами говорят на чистом адыгском языке. Ну то есть он говорит, черкесские красавцы, я их увидел на Кубани. А все, что видел под названием и видом черкесов в Османской империи или еще где-то, это не то. Причем вот он кого там записал красивейших? Шапсуги, бжедуги? Ну дело в том, что он всех адыгов и не видел. За Кубанью не было. Но вот тем не менее он отметил такой факт. Однако признаю, что ожидающий нас найти, точнее как построить фразу, то есть он при этом признал, что вот если вы подумаете, что все адыги кубанские, чистокровные адыги, ну какая-то автология, но тем не менее, что вы будете разочарованы. То есть на самом деле это не так. Даже черкесы включают в себя кровь других рас. Ну в принципе с этим можно согласиться, потому что северо-западный Кавказ это своеобразный проходной двор и зона культурных контактов, когда в крови, наверное, адыгов можно вспомнить и кровь, и готов, каких-нибудь там германских, и греков античных, и тюркоязычных кочевников, там булгар, половцев, там нагайцев, хазар, там косогов, да кого только нет в крови современных адыгов. Да, с этим можно согласиться. Но вот он пишет дальше, что да, эта кровь иная есть в них, особенно вассалы и рабы, чье происхождение трудно установить. Они являются потомками покоренных племен. То есть вот он как-то бац, и большую часть адыгов, ну аристократия адыгская, вот, и вот они, вот и основные адыги, это типа не адыги, это все покоренные племена. Вот тут он явно ошибается. Скорее наоборот. Да, он пишет так. Черкесская знать составляет не более пятой части всего народа, а хорошо информированные русские вовсе говорят об одной десятой. То есть что получается? То есть одна десятая адыгов это адыги, а все остальные это какие-то там, какие-то другие. Нелогично. Дальше он пишет. Только эти люди имеют наследственные владения и голоса в совещательных собраниях. Только черкесские князья могут явить чистую красоту расы. И вот тут Вагнер не прав на 100%. С чем мы, как говорится, его и поздравляем. Тут с ним можно спорить. Потому что по всем показателям, по всем этнографическим свидетельствам, вот как раз именно черкесская знать, что она-то и имела смешанную кровь. А чем ближе к простолюдинам, тем что? Чище кровь. То есть получается, он говорит, настоящие адыги только знать, они вот такие. Нифига подобного. Все наоборот на самом деле. Потому что достаточно вспомнить даже фразу, вот был такой князь Бекович Черкасский, кабардинский князь, про которого один русский его современник писал. Ну конечно странно, он был вроде как кабардинский князь, но имел лицо чисто ногайского пошиба. Ну понятно, что кто общался, заключал кровно-родственные браки между собой, знать во все времена, во все эпохи мешала кровь знать. Хотя некоторые спорят упорно, ну вот если брать кабардинцев, темиргоевцев, именно княжеских, что якобы они относили себя к инолидам и очень строго держали вот это вот внутреннее. Ну есть такой замечательный майкопский историк, исследователь Александр Данильченко, он недавно такую фразу сказал, я всегда подкинулся, а потом подумал, а может быть даже он и прав. Что, а в конце концов, как насчет того, что у многих народов часто племенная верхушка была иноземная? Да, старая хрустка. А потом очеркесился. На этот счет есть статья хорошая. Вообще как бы все сложно. У Пьянкова, по-моему, про то, что он предполагает, что это хазары. Касоги. Касоги это хазары и как раз таки... Ну в смысле тюрки. Ну входили, да. Тюрки и хазары, которые просто стали вот... Ну да, и кстати Пьянков уважаемый исследователь, но боже мой, как подвешивает эта версия адыгов. Ну конечно. Ну ладно, это действительно археология северо-западного Кавказа тема интересная, но ее средневековый этап, средневековье, это очень темный лес, которым только-только вот сейчас начинают разбираться. Вот есть, например, московский археолог Инга Дружинина, который копает курганы средневековых адыгов. Она там тоже делает интересные доклады, тоже неожиданные выводы для уже устоявшейся историографии. Что касается вот Вагнера, короче, дядя попутал. Но, вот вернемся чуть-чуть назад, описывает чистокровные адыги, красивые мужчины с угольно-черными бородами, орлиными носами и блестящими черными глазами. Слушайте, ну кто живет на Кубани, прекрасно знает, что адыги бывают разные. И голубоглазые, и светловолосые, и белобрысые, и рыжие тоже в конце концов. Поэтому, вот он и пишет дальше, что среди екатеринодарских черкесов, ну вот он на этом рынке, как бы, увидел, был один орк, ну, дворянин, принадлежавший племени шапсугов, который отличался красотой и внушительной фигурой. Все самые живописные формы арабов и мавров, которые я видел в Алжире, должны померкнуть перед этим орлом Кавказа. То есть он прямым текстом говорит, что он совсем черный, ну, араб, даже арабы не такие, как бы, вот, какие-то вот такие, по сравнению с этим шапсугским орком. Да мы прекрасно знаем, что очень много шапсугов что? Там, зелено, кари, светлоглазых, там, шатенов, которые ни на каких арабов не похожи. А вот он увлекся, подумал, а, вот это настоящий человек, чистокровный адык, вот угольно-черный, вот как араб, даже арабистее самих арабов. Вот, мавров, как еще он сказал, да. Ну, впоследствии, пишет Вагнер, я, конечно, нашел в Менгрелии, туда он дальше был, когда, да, приехал. Более идеальные лица, приближающиеся к античному типу Аполлона. Но их выражение было слишком мягким и женоподобным, а вот лицо героя с Кубани мне очень понравилось. Ладно, ради бога, да, горный кавказский орел, но вот этот орел не обязательно должен иметь, как он утверждает, чистую адыгскую кровь. Да, есть рисунки различных художников, которые изображают некоторых адыгов вот такими вот угольноглазо-чернобородыми. Никто не спорит, но мы спорим с тем, что другие портреты горцев, которые можем посмотреть, того же художника. Вот это был сейчас рисунок, который был подписан как черкес художника Гагарина, знаменитого Григория. А это же его рисунок, портрет горца, тоже написанный в этой местности. Ну, что, смотрим, где прямой нос. Русский мужик. Ну, русский, да, да. Ну, или, как знаете, линейные казаки, мы же о них снимали, что их там от горцев не отличить часто было, да. Или вот знаменитый портрет Цифербея Занока, голубоглазый товарищ с прямым носом. Или, опять же, художник Гагарин, портрет Натухайца из Анапы. Ну, я бы не сказал, что Вагнер прав. Да, скорее всего. Да. Или вот малоизвестный, тоже мне недавно попался, портрет художника Дмитриева Оренбургского Николая Дмитриевича. Портрет называется Черкес. Написан был в 1887 году. Похожи какому-нибудь современному там потомку тех кубанских казаков, он грудь порвет, что «Це наш, кубанский козак, як же так, який це черкес». Это черкес. Какой-нибудь как мадах из Владимирского области. Да, ну, действительно, как бы, уберите подпись и начнутся догадки, кто это русский там или кто это. А так, типичная, ну, как я считаю, внешность кубанского черкеса. Карие глаза, прямой нос, ну, длинное такое вытянутое лицо, да, вот, да, карие глаза, прямой нос, большой, но прямой. Ну, и цветовая гамма волос, то есть такая вот, в сторону там светло-темно, там средний коричневый, там шатен, да, ну, как-то так. Ладно, возвращаемся к Вагнеру. «Я некоторое время стоял, застыв на одном месте. Насколько было сильным произведенное впечатление». «Какая находка, думал я, для немецкого живописца, который ищет подобные натуры в Риме или в Бёрне и находит каких-то арабов идеалом для своей кисти?» Вывод. «Хотите нарисовать настоящего араба, езжайте рисовать черкеса». Ну, то есть, вот так он утверждал, да. «Осознавая свое величие, он с гордой задержкой, плавной поступью следовал за группой казаков на рынке, бросая презрительные взгляды на их громоздкие тела, обернутые овчиной. Его необычайно стройная фигура, прекрасные ноги, рыцарский характер в движениях, красота платья и рук контрастировали с грубой и уродливой шерстяной одеждой казаков-черноморцев. «Какой контраст между благородным профилем его лица, его великолепными глазами и упитанными, но совершенно пустыми лицами у противников с правого берега Кубани?» Ну, что сказать. Часто Вагнер русских в своей книге не щадит. Он негативно их оценивает, но, на мой взгляд, он излишне восхищается черкесам, приписывая ему какие-то такие вот качества крови, которые на самом деле отсутствовали. То есть, нелицеприятно, написал черноморских казаков, но тоже какие-то комментарии, какие мы можем дать. Это знать черкесское. Можно вспомнить даже кабардинцев, которых, ну, кабардинских орков, походка их часто выдавала, что даже там как-то их заставляли какие-то специальные упражнения делать, чтобы вот та вот знаменитая походка благородная вырабатывалась. Видимо, о ней идет здесь речь. Плюс стройная фигура, прекрасные ноги, красивые руки. Ну, вот это оно все описывает. При этом отмечает, что идущие рядом с ним черноморские казаки какие-то большие, больше его, шире, громоздкие, но вот какие-то не такие. Ну, могу сказать так, что, во-первых, насчет презрительных взглядов уточнить, что когда Вагнер с ним говорит, он спрашивает, а вы вообще сколько русских убили? У него лицо передернулось, и он промолчал. То есть, это был немирной шапсук, который приехал под видом мирного на рынок в Екатеринодар. Вот, соответственно, вот эти все его поведения, как бы от этого и идет. Вот, но насчет громоздких и упитанных тел. У Вагнера в другой главе под номером 10, которая называется «Русская армия на Кавказе», это все Марина Спасенова переводила, есть такой кусочек интересный. Он пишет «Среди пехоты я заметил распространенный славянский тип. Все солдаты были крепко сложенными, с широкими лицами и плечами, и очень пышными усами. Все движения не выполнялись необыкновенной точностью. Несмотря на эти невыносимые серые шинели, нельзя не заметить мощную структуру славян. Русские полки кажутся состоящими исключительно из гренадеров, с широкой костью. И я не удивлен, что они всегда были грозными противниками в штыковом бою». То есть он их сравнивал с европейской армией. Гренадеры обычно брали здоровяков. Средних – мушкетеры, а ведеря – маленьких, вертких, низеньких, для вот этой стрельбы по кустам. Соответственно, он говорит, а русских на Кавказе все здоровые, как гренадеры, как гвардия. Гренадерский рост русских солдат и их способность стоять стеной под градом пуль являются очень ценными качествами в регулярных поединках на открытой местности. Но вот на Кавказе это не особенно полезно. То есть теперь понятно, почему часто Вагнер сравнивает комплекцию горскую с комплекцией русских. «Массивные русские солдаты поднимаются по крутым склонам, пыхтя, покрываясь потом, с трудом, в то время как стройный чеченец легко пробегает по этим же местам. Кавказцы знают, что сомкнувшись плечом к плечу, русские еды представляют серьезную угрозу для нападающих сплошным забором из штыков. Черкесская конница бессильно против этих скал». Ну вот это яркий факт, почему часто вот эти бешеные атаки черкесской кавалерии были бесполезны против монолитного строя пехоты. Поэтому главное для русских было держать строй во время этих нападений. Как капельонеры русские. Да. Но чеченцы по опыту знают и слабую сторону русской армии. Они избегают прямых встреч с колонной, но нападают на стрелков, после чего каждый выбирает себе противника одиночного. Поэтому широкоплечим русским с их тяжелым снаряжением трудно поспевать за этими подвижными врагами, которые крутятся вокруг него, как хищная птица. Сразу вспоминается Фрунзек Макртычан из фильма «Мино». Вот эти жигули! Я не понимаю, почему тут крутятся, крутятся вот эти жигули вокруг этого краза, этого огромного грузовика. И ищут уязвимую точку своего мускулистого русского мощного врага. И утомляют их своими наскоками. Кроме того, еще можно упомянуть причину успешного сопротивления горцев. Черкесы и чеченцы могут неделями жить на родниковой воде и диких плодах, в то время как северные люди привыкли к какому-то существенному питанию. Ну да, правильно, это тоже часто отмечается, что вот та еда, которую горцу хватает на неделю, русскому солдату на три дня хватит максимум. То есть да, другие рационы питания. Ну и вот эти вот дикие свалки, которые происходили, как правило, вот и показывали вот эту вот особенность. То есть более мощная физическая комплекция русских. И в то же время суховатые, жилистые, подвижные горцы тоже, кто в чем свои плюсы и минусы брали. При содействии казака, знавшего язык адыгов, пишет Вагнер дальше, мне удалось познакомиться с этим кавказским рыцарем и даже поговорить с ним, с этим шапсугом из Екатеринодара. Он назвался Хорабеком. Хорабек, да. И жил в ауле в 30 верстах юго от Екатеринодара. Ну да, это уже земли как бы не совсем мирных племен. Но мне странно было видеть черкесов, которые буквально несколько дней назад вторглись на правый берег, возможно, грабили и убивали, а сейчас мирно расхаживают с казаками. То есть вот эта вот особенность Кавказской войны, да. Русская система состоит в том, чтобы предлагать дружеский прием соседним племенам, не запрещая доступ к своим городам и станицам, и предоставляя свободу передвижения черкесам, которые не собираются большими партиями. Преимущества и недостатки такого метода сбалансированы. Очевидно, что введение коммерческих отношений имеют целью обуздать воинственность адыгов, а мирное общение с русскими достигнет цели быстрее, чем порох и выстрелы. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что эта гуманная система имеет свои недостатки и противостоят некоторые наиболее опытные офицеры Кавказской армии. Многочисленные черкесские шпионы доставляют своим сведения о слабых местах русских укреплений и так далее. Русским трудно организоваться на отражение атаки, не заметив ее вовремя. Раньше ЗАС применял разные хитрости, чтобы обмануть черкесских шпионов на рынках, но его стратегмы не всегда ему помогали. Вот так вот. Ну, дальше, раз он за эту тему взялся, Вагнер вообще рассуждает о мирных, ну, раньше говорили мирных, сейчас мы говорим мирных черкесах. На левом берегу Кубани, напротив казачьей столицы, ну, то есть Екатеринодара, живут так называемые дружеские племена, номинально подчиненные России. Их территория простирается от 10 до 30 верст, ну, где-то 25 миль на юг к горам. Их не так много, и их характер и образ жизни напоминает больше кабардинцев, чем горцев-черкесов. Ага, то есть это равнинные аристократические черкесские племена по образу жизни ближе к кабардинцам, чем к своим горным единоплеменникам. Да, это факт. Эти люди, находясь между русскими и их врагами, стараются сохранять нейтралитет, обещают дружбу и тем, и другим, а также шпионя в пользу своих соотечественников и русских одновременно. Они живут слишком близко от русских пушек, чтобы быть безнаказанными, как их братья в безопасных горных убежищах. Они участвуют в собраниях уздений посредством депутатов, когда решаются важные вопросы и склоняют их к миру. То есть они ездят к своим немирным соблеменникам на эти хасы, на советы, и там всячески вот партию мира представляют. Как правило, партия мира бывает наиболее многочисленной, но уступает воинственному меньшинству, чтобы не навлечь на себя гнев. Вывод. Большинство горцев были за мир с русскими. Русские генералы имеют верные сведения обо всем, что происходит на этих собраниях благодаря шпионам. Ну, лазутчикам, как их там назвать, по-разному можно. Однако, нередки случаи присоединения представителей нейтральных, в кавычках, племен к набегам из жажды добычи или из страха быть наказанным за нейтралитет. Кем? Своими единоплеменниками. То есть часто вот какие-нибудь немирные спускались и заставляли переселяться с собой в горы, угрожая, мы вас разорим, нападем, убьем, сожжем, если вы от русских не отстанете. То есть у них выбора часто не было. Такое было. То есть вот такие вот равнинно-кайцемирные аулы, они стояли вот в таком тревожном состоянии. Когда казаки организуют экспедицию для сжигания обителей своих противников, их союзники-черкесы присоединяются к ним, получая высокую плату за услуги. Но при этом они жгут массу порохом, то есть пшу-пшу-пшу-пшу, делая вид, что стреляют по головам своих единоплеменников. Но на самом деле между черкесами степей и черкесами гор существует понимание и договоренность не делать друг другу вреда. Русские генералы ведут себя сдержанно по отношению к мирным черкесам, предпочитая иметь их в качестве молчаливых союзников, чем объявленных врагов. В то же время следует помнить, что эти двусмысленные союзники в основном знать, дворяне, и поэтому могут помогать для помощи в обмене пленными, то есть посредники, договорщики. Ну то есть вот такой рассказ Вагнера о мирных черкесах. Ну и вот последний кусок Вагнера, который мы упомянем, интересный очень такой факт. Он в Екатеринодаре познакомился с немецким врачом. Ну понятно, немец, немцы, сразу там какие-то контакты завязались. Человеком преклонных лет, уважаемым жителем Екатеринодара. Он прожил долгую разнообразную жизнь. Даже был разжалован солдатами, потом обратно его как бы вернули. Но в качестве хирурга он сопровождал множество экспедиций. Ну то есть полевой кавказский врач, немецкого происхождения. Ну давно обрусевший, но тем не менее. Этот врач-немец не был хорошего мнения о черкесах. Несмотря на то, что много лет с ними общался. Хотя у него была достаточная черкесская практика, и он свободно ездил вдоль Кубани там, где любой другой европеец потерял бы и свободу, и жизнь. Да, вот понятие врач это как священный пропуск был. То есть можно было ездить через Кубань, и никто этого человека не трогал. Но он признавал, что его филантропические усилия, ну то есть там бесплатная медицинская помощь, не вызывали особой благодарности, и лишь некоторые из его черкесских друзей, как ему показалось, проявили благородный дух, засвидетельствовав свою дружбу. Ну то есть нельзя сказать, что там очень сильно благодарили его черкесы за то, что он их лечил. Вот как он говорил. Я признаю, что моя черкесская практика не принесла мне большую прибыль финансовую. Горцы, как правило, недовольны одними медикаментами, но еще и подарков ждут к ним. То есть вылечил, подари еще что-нибудь. Но я обязан своей жизнью одному черкесу, которого вылечил сам. Это самая лучшая плата, которую может получить доктор. Выслушайте мою историю и судите сами, как это произошло. И дальше идет рассказ о том, что это было написано в 1843 году путешествие, а врач говорит, где-то лет 13 назад. То есть это получается 1830-1831 год. Я был разжалован на тот момент и служил простым солдатом. И оказался в Кавказской крепости. Ну то есть это вот сейчас станица кавказская, там крепость была, да, армейская. Куда мы прибыли? Как подкрепление. Так как лазутчики донесли о том, что готовится нападение на нее большого количества черкесов. Когда мы добрались туда, то бой уже шел. То есть они, ну, припоздали. То есть станице шел бой. Но это нападение для горцев оказалось неудачным. После небольшого сопротивления, прижатые к Кубани, горцы разбежались. Их большая часть спряталась в зарослях. А одна группа, окруженная со всех сторон, ворвалась на почтовую станцию, изрубила смотрителя и забаррикадировалась в доме. Казаки-линейцы пытались штурмовать дом, но черкесы защищались как дьяволы. Несколько десятков казаков были переранены, там, расстреляны возле своих лошадей, а нападавшие изрублены у дверей. Казаки отпрянули и стали ждать пехоту с ее штыками. Ну, то есть вот мы, да, то есть он говорит. Мы подошли, солдаты пошли в атаку, сломали окна, ворвались в дом и устроили такое побоище, что после 20 минут боя все черкесы лежали неподвижно, а наши офицеры падали без сил. Когда все закончилось, раненых перевезли в крепость, и мы стали хоронить мертвых в одной общей яме. И тут случилось так, что один старый черкес пришел в себя и смотрел своими глазами большими на солдат, которые собирались бросить его в могилу. Ну, то есть он лежит, открыл глаза, видно, что он живой. Солдат поднял ружье, чтобы пристрелить его, но тут я вмешался. Черкес, спокойно ожидавший смертельного удара, возбудил во мне сострадание в большей степени, чем во всех случаях моей 20-летней Кавказской войны. Вы не представляете, насколько прекрасен был этот старик, какие благородные были у него глаза. Несмотря на кровь, исказившую его лицо, я не видел более почтенного образа. Он показался мне моим отцом, то есть я в нем своего отца увидел. Пока бушует бой, самый добродушный солдат беспощаден. Часом раньше я сам бы запросто проткнул этого старика штыком в бою, но сейчас я скорее этот штык воткнул бы в себя, чем в него. Я могу упомянуть многие подобные случаи проявления человечности, но я не видел их в разгар битвы, потому что запах пороха и звон штыков тушат жалость даже в самых мягких сердцах. То есть я заставил отвезти черкеса в крепостную больницу, где главным хирургом был мой друг. Теперь, ну и для меня было много работы, то есть вспомнили, что я врач. И я сменил мушкет на скальпель. Многим русским, как моему черкесу, нужна была ампутация. Я отрезал три пальца его левой руки, правую руку, израненную гораздо больше, как и рану на голове. Все-таки вскоре зажили сами собой. Когда он почти излечился, я взял его к себе в дом, где жила и моя жена, которая приехала вслед за мной в эту, в Кавказскую из Ставрополя. Она очень старательно стала ухаживать за ним. Его выздоровление вызвало у меня больше удовольствия, чем излечение другого пациента. Черкес оказался муллой. Красота его лица намекала на тонкий характер и благочестие. Я достал ему Корану. И он молился с утра до вечера, что не так уж и необычно для черкесов. Однажды я уехал из Кавказской, поездку совершал вдоль линии, посещая пациентов. Когда я вернулся, то узнал, что мой старый черкес бежал. За ним особо не смотрели, так как считали, что он слишком старый и слабый для побега. Поэтому он около полудня подкрался к берегу реки, то есть Кубани, где обычно грелся на солнце. Там он и молился. А потом часовой, который увидел его побег, сказал, что он бросился в реку и поплыл. То есть по нему никто не стал стрелять, преследовать. Я еще какое-то время жил в Кавказской, но ничего не слышал об этом старом черкесе. Но моя жена была уверена, что как-то принесли нам четверть ягненка, то есть разделанную, разрубленную кусок баранины, принесли мне в подарок от какого-то черкеса. Передали. Но моя жена была уверена, что это от него. Пять лет спустя я снова попал на Кубань. На тот момент жена умерла, я уже служил в другом месте. И мне было поручено в одной из станиц создать больницу. То есть уже не в Кавказской, а в какой-то другой. Я был временно повышен до звания офицера и поставлен ассистентом хирурга. Меня часто посещали мирные черкесы, я бывал у них, где всегда встречался с гостеприимством. Обычная плата врача в этих горах состоит из молока, меда, хлеба и винограда. Редко когда дадут половину ягненка. Деньги не даются вовсе, так как черкесы предпочитают встретить смерть со стоическим спокойствием, чем заплатить пару серебряных рублей за стакан с лекарством. То есть вот так вот. Однажды ко мне обратился молодой черкес и попросил меня посетить его деда, который болел в соседнем ауле племени Бжедук. Ну то есть это получается, да, это уже не кавказская явно, это уже ближе вот к Екатеринодару. Он заверял, что я буду доволен гонорарами. Но я был в плохом настроении и что-то как-то, ну, не хотел ехать. Но тут этот молодой человек настаивал, продолжал, повторял, что я не пожалею, если поеду с ним. И, наконец, он даже предложил мне несколько рублей на случай, если мне не понравится вознаграждение, то есть заранее ему заплатил. Это предложение показалось мне не в черкесском характере, каким-то странным. Я хотел даже было обидеться на это, но открытое лицо юноши вызвало мне доверие и сочувствие. Я велел оседать лошадь и перешел через Кубань у Усть-Слабы в сопровождении казака и черкеса. То есть Усть-Слаба, Усть-Слабинская крепость, станица Усть-Слабинская, вот он в этом месте и поехал. Его сопровождал этот молодой черкес и казак. Как говорил юноша, аул был где-то в 15 верстах от Усть-Слабы. Но могу сказать, да, это вот Тимирго и Шапсуги примерно в этом районе жили. Но мы шли и шли, а жилья никакого нет. То есть что-то не то. Мой казак-слуга уже беспокоится, что мы давно прошли земли бжедугов. То есть нас что-то обманывают. При этом он добавлял, что еще и добавлялось раздражение от похода тем, что и дорога трудная, то и дело заросли какие-то, ныряем. Я уж не думал, что вернусь живым. Чувствую, что что-то не то происходит. И стал жаловаться проводнику, что он сбил нас с пути. Куда ты вообще нас ведешь? Но он был совершенно спокойным и даже взял свои пистолеты, отдал врачу и сказал, если вы считаете, что я вас обманываю, застрелите меня. То есть, ну тогда врач успокоился. Наконец мы подошли к аулу на самому краю обрыва. Меня отвели в большой дом с большой башней, с зубцами квадратными. Старик сидел в дальней комнате, завернувшись в бурку. Он тут больной, к которому ехали. При моем понявлении он встал и приветствовал меня очень достойно, положив обе руки на свою грудь. Ну то есть вот взял руки врача, а так вот я на грудь положил. Представьте мое удивление, когда я узнал своего пациента из Кавказской. Наша встреча была очень теплой. Вскоре все дочери и внуки старца пришли приветствовать нас. Все спрашивали меня о жене, которая ухаживала за их дедушкой и очень опечалились, когда узнали, что она умерла. Ну то есть вот такая вот неожиданная встреча. Ну не могу описать того приема, который был мне оказан. Рассказывает врач, а Вагнер записывает. Дочери старика были молодыми красивыми девушками, но несмотря на изящество, превосходящее парижанок, были одеты очень бедно. Но это проблема с тканью, у адыгов всегда была. Лица их были открыты, и они не показывали ни малейшего стеснения в поведении, как это обычно делают магометанки. Ну вот большой привет всем современным арабским черкесам, которые вдруг решили, что их настоящие предки арабы, с этим исламом радикальным. Даже в девятнадцатом веке адыги никогда так жестко не заморачивались на тему ислама, как другие народы Кавказа. Они были религиозные синкретисты. У них фанатизма мусульманского не было никогда. Ковры и бурки были постелены так, чтобы мне было удобно. Мне принесли фрукты, хлеб, мед, вино и кофе. Кстати, вино и кофе это необычное было. Это богатый был черкес. Или он держал это для европейцев каких-то что ли. Ну, это необычно. Мясо ягненка уже жарилось на огне. Никогда я не испытывал такого удовольствия, как в кругу семьи моего благодарного пациента. Старика звали Артимула. Артимула, ну как-то, может искаженно, ну так написал Багмар. Артимула. И он был самым важным человеком в ауле. Даже дворяне не смели сидеть в его присутствии. Вот так вот. Вскоре в ауле начался переполох. До наступления темноты множество черкесов расположились по склонам гор. Я стал понимать, что готовится на бег и тоже обеспокоился. То есть, куда я попал? В осиное гнездо. Молодые люди суетились, но старый Мула оставался спокойным. Комната наполнилась гостями, одетыми в военные доспехи. Мула вступил с ними в разговор на адыгском языке, который я не понимаю. Но мне показалось, что он говорил обо мне. Глаза присутствующих устремились на меня. Дальнейший разговор продолжался на татарском языке, который понимали все. Это, кстати, специфика Кавказа. То есть, русские общались с черкесами по-нагайски. Этот момент был настолько напряженным, что я не смел задавать вопросов. Но когда гости разошлись, рискнул спросить. Оказалось, что набег планировался на как раз ту станицу, где я построил больницу. Ах, вот оно что. Проводником черкесов был польский дезертир. Поэтому все были уверены в успехе. А Артимула, оказывается, просто заранее это знал. И тем более он знал, что я живу там. И поэтому за день до нападения послал своего внука, вот этого молодого человека, с просьбой ко мне приехать, притворившись больным, чтобы спасти мою жизнь, оказывается. К несчастью, результат оправдал ожидание врага. То есть, нападение было успешным. Черкесы пересекли реку в полной темноте, не привлекая к себе внимания казачьих постов. Утренний туман позволил им приблизиться к станице, а польский дезертир показал наиболее слабое место для того, чтобы штурм был удачный. Значит, редкое вторжение за Кубани было так же успешно. Все население станицы было погружено в сон. Часовых тут же вырубили, лишь немногие убежали в одних рубашках. Большинство мужчин были перебиты, женщин и детей привязали к лошадям и перевезли через реку. Если бы Мула не призвал меня к себе, я, несомненно, погиб бы тоже вместе со всеми. Я был вынужден оставаться в доме Мула еще в качестве полугостя-полупленника, пока вот этот набег не закончился. В это время меня там развлекали, как могли, женщины и девушки. Их гостеприимство распространилось и даже на моего казака-слугу, с которым, правда, сперва обращались сурово и даже заперли в конюшню. Но потом, по моей просьбе, отношение к нему изменилось. На следующую ночь набег, ну, как бы, вернулся, короче, да. Их триумф, провозглашенный криками всадников и стрельбой, был слышен издалека. Лошади были нагружены забычьей пленниками, а мой казак был в отчаянии, потому что он увидел среди пленников свою жену и младшего сына. Артимула сначала и слышать не хотел моих просьб освободить их. Ну, врач немецкий, да. Но я был очень настойчив. Наконец, он согласился поговорить с черкесом, который захватил казачку и мальчика. Вот. И хотя он был одного племени со стариком, тот согласился не сразу. Мой слуга-казак поклялся отдать за них четырех валов и тридцать овец. Только после этого он получил своих родных. Мы были вынуждены еще два дня оставаться в доме моего кунака. Комната была всегда полна гостей. Я познакомился с самыми известными местными рыцарями и князьями. Пши Селимом, старым ветераном Гузбеком, Джамбулатом, Кавказским львом Мансурбеком. Короче, лев в Черкесии был не один. Не только Каспича так называли, да. И многими другими. Ко мне приходили толпы пациентов за советом и лекарством. Наконец, мне позволили уйти вместе с моим слугой-казаком, которого, кстати, звали Петр. Мой старик простился со мной так же любезно, как и встретил. Многие члены его семьи очень ласково провожали меня. Дальше, кстати, интересный момент. Среди них мне особо запомнилась прекрасная внучка Мулы. Изящная, румяная, настоящая нимфа Кавказа. Я предпочел бы отвезти за Кубань ее вместо великолепной лошади, которую мне подарил старик. Хотя лошадь уже и стара, но она до сих пор является украшением моей конюшни. Вот так вот. Сопровождая мне несколькими черкесами, мы достигли русской границы. Артимула и сейчас еще жив, то есть, ну, 1843 год. Но поскольку его оул был разорен, ну, понятно, видимо, после того вот набега, то он больше проживает в горах. Я слышал, что он никогда не проповедует ненависть к русским и присоединился к мирным племенам. Примечательно, что он ни разу не попытался связаться со мной, хотя и посылал к нему послов с просьбой об обмене пленными. Видимо, старик считает, что полностью погасил свой долг передо мной и, возможно, смотрит теперь на меня просто, как на русского, на врага, а не как на друга и врача, который когда-то спас его. То есть, вот такие кодексы чести. Ну, Вагнер еще много чего писал, но в основном все-таки, если книга называется «В земле казаков» и он ехал в Дулинии, там, ну, большие куски есть по казачеству. По казачеству, ну, и о горцах, о черкесах есть маленькие картиночки, но что тут сказать? Марина Спасенова переводит все, это можно найти, прочитать. У них есть, она, координатор интернет-проекта сайта территории поиска. Они там, значит, поднимают останки солдат Великой Отечественной, там, танки, самолеты находят, археология какая-то там поисковая тоже происходит у них. Соответственно, на этом сайте в разделе литература, форум, там, литература, вот все переводы выложены. То есть, если сильно хочется, конечно же, можно почитать. Что-то я выкладывал в своей группе ВКонтакте вдоль по линии Кавказа. Ну, одним словом, если сильно захотеть, можно в космос улететь. ВКонтакте